Добрый день, дорогие друзья! Накануне Нового года и Рождества хочется читать теплые и светлые произведения. Сегодня мы с вами обратимся к сборнику «Рождественские рассказы русских писателей», а именно к рассказу Николая Агафонова. Николай Викторович прожил не очень долгую жизнь, всего 64 года, его имя стало в 2019 году. Он был протеареем Русской Православной Церкви, а также членом Союза писателей России. Свой творческий путь Николай Агафонов начал в 2002 году, когда были опубликованы два его произведения в журнале «Отчий край». Сегодня мы обратимся к святочному рассказу писателя под названием «Молитва алтарника». Алтарники – это люди в церкви, которые помогают священникам во время богослужений. О чем же молится главный герой Валера? Давайте узнаем. Итак, Николай Агафонов, «Молитва алтарника». В рождественский сочельник после чтения царских часов портодя Консетова. Что за наваждение в этом году? Ни снежинки. Как подумаю, завтра Рождество, а снега нет. Никакого праздничного настроения. Правда твоя, – поддакивал ему настоятель собора. Космос летает, вот небо и издырявили. Вся погода перемешалась. То ли зима, то ли еще чего, не поймешь. Алтарник Валерка, внимательно слушавший этот разговор, робко встал. «А вы бы, отцы честные, помолились, чтобы Господь дал нам снежку немножко?» Настоятель и протодиакон с недоумением посрились навсегда тихого и безымолвного Валерия. Чего это он осмелел? Тот сразу и зарабел. «Простите, отцы, это я так, просто подумал» и быстро бюркнул в панамарку. Настоятель повертел ему вслед пальцем у виска, а протодиакон хохотнул. «Ну, Валерка, чудак, думает, что на небесах, как дом быта. Пришел, заказал и получил, что тебе надо». После ухода домой настоятеля и протодиакона Валерка, выйдя из алтаря, направился к иконе Божьей Матери Скоропослушница. С самого раннего детства, сколько он себя помнит, его бабушка всегда стояла здесь и ухаживала за этой иконой во время службы. Протирала ее, чистила подсвечник, стоящий перед ней. Валерка всегда был с бабушкой рядом. Она внука одного дома не оставляла. Идет на службу и его за собой тащит. Валерка рано лишился родителей, и поэтому его воспитывала бабушка. Отец Валерки был законченный алкоголик, избивал частенько свою жену, бил ее, даже когда она была беременна Валеркой. Вот и родился недоношенный, с явными признаками умственного расстройства. В очередном пьяном угаре Валеркин папа ударил его мать о радиатор головой так сильно, что она отдала Богу душу. Из тюрьмы отец уже не вернулся. Так и остался Валерка на руках у бабушки. Кое-как он окончил восемь классов в спецшколе для умственно отсталых. Но главной школой для него были бабушкины молитвы и соборные службы. Бабушка умерла, когда ему исполнилось девятнадцать лет. Настоятель пожалел его. Куда он такой, убогий? И разрешил жить при храме в старошке. А чтобы хлеб даром не ел, вел в алтарь подавать кадила. За тихий и боязливый нрав Прокодиакон дал ему прозвище «трепетная лань». Так его и называли, посмеиваясь частенько над наивными, чудачествами и бестолковостью. Правда, что касается богослужения, бестолковым его назвать было никак нельзя. Что и зачем следует, он знал наизусть лучше некоторых клириков. Прокодиакон не раз удивлялся. Валерка наш блаженный. В жизни ничего не смыслит. А в уставе прямо то, как ой. Продойдя к иконе скоропослушницы, Валерий затеплил свечу и установил ее на подсвечник. Служба уже закончилась, и огромный собор был пуст. Только две уборщицы намывали полы к вечерней службе. Валерка, встав на колени перед иконой, опасливо оглянулся на них. Одна из уборщиц, увидев, как он ставит свечу, с раздражением сказала другой. Нюрка, ты посмотри только, опять этот ненормальный подсвечник нам воском зальет. А я ведь только его начистила к вечерней службе. Сколько ему не говоришь, чтобы между службами не зажигал свечей, он опять за свое. А староста меня ругать будет, что подсвечник нечищенный. Пойду, угону эту трепетную лань. Доставь ты, парня, пущай молиться. А что, он тут один такой? Мы тоже молимся, когда положено. Вот начнет батюшка службу и будем молиться, а сейчас не положено. И она, не выпуская из рук швабру, направила в сторону коленопреклоненного алтарника. Вторая, перегородив ей дорогой, шептала. Да не обижай ты, парня, он так богом обижен. Я сама потом подсвечник почищу. Ну, как знаешь, сжимая тряпку, все еще сердито, поглядывая в сторону алтарника, пробурчала уборщица. Валерий, стоя на коленях, тревожно прислушивался к перепранке уборщицы. А когда понял, что беда миновала, достал еще две свечи, поставил их рядом с первой, снова встал на колени. Прости мне, Пресвятая Богородица, что не вовремя ставлю тебе свечки. Но когда идет служба, тут так много свечей стоит, что ты можешь мои не заметить. Тем более, они у меня маленькие, по десять копеек, а на большие у меня денег нету, и взять-то не знаю где. Тут он неожиданно склипнул. — Господи, что же я тебе говорю неправду? Ведь на самом деле у меня еще семьдесят копеек осталось. Мне сегодня протодиакон рубль подарил. На, — говорит тебе Валерка, — рубль. Купи себе на Рождество мороженое крем-брюле. Разговей себе от души. Я подумал, крем-брюле стоит двадцать восемь копеек. Значит, семьдесят две копейки у меня останется. И на них я смогу купить тебе свечи. Валерка на морщий лоб задумался, подсчитывая про себя что-то. Потом обрадованно сказал. — Тридцать-то копеек я уже истратил. Двадцать восемь отложил на мороженое. У меня еще сорок две копейки есть. Хочу купить на них четыре свечки и поставить ему родившемуся сыночку. Ведь завтра Рождество. Тяжко вздохнул, добавил. Ты меня прости уж, посвятая Богородица. Во время службы около тебя народу всегда полно. А днем никого. Я бы всегда с тобой здесь днем был. Да ты ведь сама знаешь, в алтаре дел много. И кодила почистить, и ковры пропылесосить, и лампадки заправить. Как все переделать, так сразу к тебе приду. Он еще раз вздохнул. С людьми-то мне трудно разговаривать. Да и не знаешь, что им сказать. А с тобой так хорошо. Так хорошо. Да и понимаю, что лучше всех. Ну, я пойду. И став с колен повеселевший, он пошел в алтарь. Сидя в панамарке, начищая кодила, Валерий мечтал, как купит себе после службы мороженое, которое очень любил. Оно вообще-то большое, это мороженое, — размышлял парень. Можно на две части его поделить. Одну съесть после литургии, а другую — после вечерней. От такой мысли ему стало еще радостнее. Но что-то вспомнив, он нахмурился и, решительно встав, направился опять к иконинской рабослушнице. Подойдя, он со всей серьезностью сказал, «Я вот о чем подумал, Пресвятая Богородица. Отец-портодиакон, добрый человек, рубль мне дал. А ведь он на этот рук сам мог свечей накупить или еще чего-нибудь. Понимаешь, Пресвятая Богородица, он сейчас очень расстроен, что снега нет к Рождеству. Борник Никифор, тот почему-то наоборот радуется, а протодиакон вот расстроен. Хочется ему помочь. Все тебя о чем-то просят, а мне всегда не о чем просить. Просто хочется с тобой разговаривать. А сегодня я хочу попросить за протодиакона. Я знаю, ты и сама его любишь, ведь он так красиво поет для тебя, царица моя, предлагая. А Лерка, закрыв глаза, стала раскачиваться перед иконой так вспоминаемого им мотива песнопения. Потом, открыв глаза, зашептал, «Да он сам бы пришел к тебе попросить, но ему некогда. Ты же знаешь, у него семья, а дети. А у меня никого нет, кроме тебя, конечно, и сына твоего Господа нашего Иисуса Христа. Ты уж сама попроси Бога, чтобы он снежку нам послал. Много нам не надо, так чтобы к празднику беленькая стала, как в храме. Я думаю, что тебе Бог не откажет, ведь он твой сын. Если бы у меня мама чего попросила, я бы с радостью для нее сделала. Правда, у меня ее нет. Все говорят, что я сирота. Но я-то думаю, что я не сирота. У меня есть ты, а ты, матерь, всем людям, как говорил ладыка на проповеди. А он всегда верно говорит. Да я и сам об этом догадывался. Вы попроси у меня чего-нибудь, и я для тебя обязательно сделаю. Хочешь, я не буду такое дорогое мороженое покупать. Куплю дешевенькое, за девять копеек, молочное. Он побледнел, подубил взор, а потом, подняв взгляд на икону, решительно сказал. Матерь Божия, скажи своему сыну, я совсем не буду мороженое покупать. Лишь бы снежок пошел. Ну, пожалуйста. Ты мне не веришь? Тогда я прямо сейчас пойду со свечками, а ты, представь, Богородица, иди к сыну своему, попроси снежку нам немного. Валерий встал и пошел к свечному ящику, полной решимости. Однако, чем ближе он подходил, тем меньше решимости у него оставалось. Не дойдя до прилавка, он остановился и, повернувшись, пошел назад, сжимая во вспотевшей ладони оставшуюся мелочь. Но, сделав несколько шагов, повернул опять к свечному ящику. Подойдя к прилавку, он нервно заходил около него, делая бессмысленные круги. Дыхание его стало учащенным. На лбу выступила испарина. Увидев его, свечница крикнула. — Валерий, что случилось? — Хочу свечи купить, — остановившись упавшим голосом, — сказал он. — Господи, ты подходи и покупай, а ты хочешь, как маятник. Валерий тоскливо глянулся на стоящих далекий отца скоропослушницей. Подойдя, высыпал мелочь на прилавок и, осипшим от волнения голосом, произнес. — На все! — По десять копеек. Когда он получил семь свечей, ему стало легче на душе. Перед учебной рождественской службой неожиданно повалил снег пушистыми белыми хлопьями. Куда ни глянешь, всюду в воздухе кружились белые легкие снежинки. Детвора вываливалась с домов, радостно волоча за собой санки. Портодиакон, солидно вышагивая к службе, улыбался его весь род, раскланиваясь на ходу с вдущими в храм прихожанами. Увидев настоятеля, он закричал. — Давненько, отче, я такого пушистого снега не видал. — Давненько, сразу чувствуется приближение праздника. — Снежок — это хорошо, — ответил настоятель. — Как прикажете синоптикам после этого верить? Сегодня с утра прогноз погоды специально слушал. Заверили, что без осадков. Никому верить нельзя. Валерка, подготовив кодила к службе, успел подойти к иконе. — Спасибо, Пресвятая Богородица. Какой добрый у тебя сын. Мороженое это маленькое, а снегу вон сколько навалило. — В царстве Божьем, наверное, всего много, — подумал, отходя от иконы Валерка. — Интересно, есть ли там мороженое вкуснее крем-брюле? — Наверное, есть. — Заключил он свои размышления и радостно пошел в алтарь. Вот такой замечательный светлый рассказ Николая Агафонова мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова есть и другие сборники рождественских и святочных рассказов. Пожалуйста, приходите к нам в библиотеку, читайте хорошие книги. С наступающим Новым годом и Рождеством! Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok